Ну вот, 4.40 утра, наши окна заклеены, доброе утро, снова атака, тревога, вот приятные звуки. Ну вот такое вот утро, ночь, часто сейчас в Киеве и в других городах Украины. Друзья, привет! Ну вот мы уже в Киеве, и, наверное, такое у нас видео будет «Кусочки Киева. Военное время». Сейчас мы находимся неподалеку от моего дома, ну и покажем вам одну ситуацию. Страшную картину. Да, смотрите, вот, произошло это пару месяцев назад, и вот в 3 часа ночи мою маму просто подкинула. Она думала, в наш дом. Попала. А попала в соседний. Вообще просто. Нереально выжить просто. Выжик какой-то шаг. Вот. Ну, говорят, что всех выселили, и тут только две ситуации. Либо сносить дом полностью, либо попробовать как-то его реставрировать. Не знаю даже. Ну да, я такая думаю, блин, а как люди живут на этих этажах верхних? Вообще капец. Так нет, там насквозь. Там же насквозь. Да, насквозь. Как он держится еще? Не живут, видимо. Так ладно дом, да? А людей сколько погибло? Очень много. А как ты расскажи? Что рассказать? Историю, нет? Какую? Ну, то, что твоей знакомой прилетела. Да, а тут у моей знакомой еще знакомая есть. И, в общем, на балкон прилетели ручки, ножки и волосы еще. Ну, и сейчас знакомая не в себе, понятное дело. Так что, вот такая фигня. Наверное, спросите, как мы в это время живем, как приехали. Ну, как? Радуемся мелочам. Поели вкусное мороженое, уже радость. Я пожелаю. Можно? Тому, кто это сделал, и то, кто это поддерживает. Вот это спасение, так называемое. Что бы вам такое уже прилетело? Я вам желаю долгой и очень страшной жизни. Чтоб вы жили очень долго и очень страшной. Я вам просто искренне желаю. Вот мы подошли уже, обошли прям вам дом. Смотрите. И вот, наверное, куда прилетели. Ну, это уже вообще остатки. Да, остатки, осколки. Ну, а там рабочие делают, что стараются сделать, но... Я же говорю, дай бог, чтобы восстановили. Потому что я не представляю, сносить новый дом, строить. Капец. А жизнь? Как вы достали уже, честно. Как вы уже, блин, достали нас. Ну, вот, смотрите, пару месяцев назад просто. Вообще, просто не стекло, ничего нет. Но если вам сейчас хорошо видно, против солнца снимаю. Вот такой вот привет. У нас слово прилет теперь ассоциируется не с вылетом, а с бомбежкой. Зашли в прикольную кафешку, ну, кофе выпить, да, Наташка? Обнаружили классные тут ароматы. Не, не ароматы даже, а макароны, вон. Справа такой синенький, это груша друблю. Наташ хотела взять попробовать, но ничего у нее не вышло. Взяла другую. Может, это какой-то вкус взяла. Лохина или что это? Да. Лохина это как? Голубика. Голубика. Лохина, да. Лохина с ломбином. Да, и трюбочка еще такой симпатичный. Теперь мы будем красивые и толстые. Да, сейчас еще возьмем эспрессо. Такое прикольное оформление, кстати, балм кофе. Тирпитера. Кто будет в Киеве, заходите обязательно. Прикольное такое оформление, особенно такая вот пластиночка. Она вообще класс. Сколько тебе ванечки? Мне нормально, мне нормально. А мне чуть-чуть, если нужно. Эспрессо просто супер. Да, супер там. Вот. Борис, ты меня Яковс три в одном. Это круто. А кто любит Яковс, пишите комменты. Тебе. Маленькие радости в Киеве, кусочки Киева взяли оливьешку в казатой хате. И нам Людочка говорит, снимайте видео. Снимайте. Попростите. Ну давайте посмотрим, что она здесь. А, мы не понюхали, говорит. Мы не понюхаем. Картошечка. А вдруг потом есть не будем, да? Я очень прикольная. Я уже попробовала. Какое-то мяско. Это что я имею в виду? Ну, колбаска. Колбаска. Огурчик свежий. Морковочка. Соленый огурчик. Огурец. Соленый огурец обычный. Огорошек, ты сказал? Огорошек есть. И майонез. Ну, кстати, вот это поляцкий майонез. Какой вкусный. Яйцо. Ну, вкусно. Ой, вот этот вкусный оливьешка. Знаете, мы же сидели, поели, попили кофе, сели десерт. Я же два эспрессия взяла. Ромашка себе два эспрессия. Это хотелось. Лучший десерт – это оливье. Да. Лучший десерт – это оливье. А, так подожди. Мы еще взяли вот это вот. Какое-то, что это? Безешка. Безешка типа с кокосом. Я себе вот это взяла. Лат, лат с этим, господи, как. С молоком, да? С молоком. С молоком из корицевой. Я забыла слово «корица». Ну что, ешь, да? Да, ешь. Лучше оливье, десерт – это нет. Нет. Лучше оливье – это, кстати, с друзьями. Это точно. Я сейчас интерьерчик покажу. Мне так тут нравится. Это старое здание. А вот мы собрались на прогулку, кстати. Да. А я тут посереду. Вот такие у нас кусочки Кио. Смотрите, как прикольно Наташа этот ремень, который она купила в магазине со шлёпками в Кракове. Там, где мы покупали Шлёпкина в Ларианске. Да, да, да. Это сумочки Шванский шлёп. В Венеции купила. Ну, слушай, классно. В Венеции. Ну, не Венеции в магазине. Я в Венеции побывала. В Венеции. В Венеции. В Венеции. В Венеции. Ну, прикольно смотрится, да. А ещё мы, смотри, вот это купили. Это ж мы не покажем. А ещё в Наташу сумочки и в сумочку не влезли ключи. И купили отдельную такую. Да. Из коржи. Это уже у нас тут в Киеве купили. Красиво, мне кажется. Нормально, да? Да, классно. То есть оно и там-то тонненький ремешок, это толстый. Так что у нас такие кусочки Киева. Радуемся. Сейчас была поведена тревога, мы переждали, а теперь сейчас пойдём погуляем. Да, кстати, вот покажу вам Наташу все эти узоры, все эти полотна, занавески сама связала. Обращайтесь. Обращайтесь. Да, и, кстати, вот здесь стоит парус. Напоминание. Он ещё работает? Про Эмират. Нет, он не работает, я только что его пыталась включить. Нет, жалко. Батарейку жал, надо. Батарейка села, но это, наверное, ты в первый приезд купила 8 лет назад. Боже, оно не крутится. И оно прикольно так вот светилось. Шли, гуляли по Киеву. Сейчас находимся на улице Челюцкимцев, но, конечно, она называется уже по-другому. Сейчас Наташа увидит гугля. Я вам покажу дом красивый, возле которого мы застряли. Вообще, смотрите, красота какая. Наташа говорит, жалко рушиться. Ну, да, ну, старинный. Лица тоже, как мы любили в Кракове замереть, рассматривать. А что мы Киев не рассматриваем? Сейчас Киев рассмотрим с вами. А, костюльная. Костюльная, ага. Уже костюль. Ох, красиво как. Идёшь прям вот в красоте. Я в шоке. Я никогда на этот, ну, я знала, проходила. Ветер такой. Никогда не видела, что вверху. Вот и выходим прямо на Майдан уже. Вот это над балконом. Он сидит три ангела. Сейчас, может, сняла я в очках. Покажу ещё раз. Ты же, ну-ка, этот балкон должен сидеть. Ага, да. Прямо ты выходишь. Представляете, выходите на балкон, а у вас там уже кто-то сидит. Ну, прикольно. Красиво. А вот этот трион из мужиков. Да. Пойдём с её стороны ещё. Красавцы. Ну, вот такие у нас кусочки Киева. Действительно кусочки. Ну, что вы, сказывайте, кто любит вязать? Вот, специально с Наташей шли в этот магазин ниток. Наташа вяжет прикольно. Можете у неё в Инстаграме посмотреть работы. Вот, что-то она выбирает. Я себе села. Надо пойти помочь, может. Нет, не Наташа. Наташа дальше. Ты что это? Крючки смотришь? Я себе крючки выбираю. Я шо, скотч купыты? Ну, тут вообще много. А скажите, пожалуйста, а двойка, два двадцать пять? Вообще просто. Царство ниток. Наташа постоянно заходит, берёт нитки и в Эмиратах коротает вечера. Прикольный, как это, вязкая, сказать? Ну, не знаю. Вязкая-то, наверное, у животных. Ох, класс. Какой цвет красивый вообще, обалдеть, обалдеть. Малиново-розовый какой-то. Эти два макарония напоминают. Ну, покажи, что за крючок такой. Сколько стоит? Ой, я не знаю, сколько это стоит. Надо спитаться. А это сколько? Сколько? Сейчас мы будем пить домой. Филу смотреть. Наташа меня на помощь позвала. Гы-гы, смешно. А что тебе надо? Какой цвет мне нравится? Вот этот мне нравится. Вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. Розовый и зелёный. А ещё нравятся вот такие вот, смотри. Ты поняла? Вот такие вот. Меланж, как Милан прям звучит. Ой, ну я не знаю, чтобы я вызвала бы. Вот эти вот нравятся. Вот этот и вот этот. Вот. Не, давай знаешь, знаешь, что заводит? Что меня заводит здесь? Красивые цвета. Я что-то таки хочу, а сама не знаю, что. Я хочу вот такой цвет. Вот этот красивый. Вот этот красивый. Вот этот красивый. Очень красивый. Ну, вот такое царство здесь. Это же ещё не одна комната. И рядом вот такие вот ещё два. Желтоватые влево и коричневатые прикольные. Вот эти. Ну, просто нравятся. Я же говорю, я не знаю, что там они тебе как подойдут по повязке. Или как? 71, да? В прошлом году я покупала, ну это правда в другом магазинчике, в прошлом году вот эта Виолетт турецкую. 42, 2 гривны. Виолетт турецкую? Ну да, вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Видишь, называется? И это фирма. Сейчас 66 она стоит, а было 41. Да, вот это. Ага. Ну, не здесь. То Виолетта Меланджело, то Виолетта, то Филла Дискозия. Это итальянцы. Дискозия, какая дискозия звучит. Я прошу прощения. Вот, ну, вот это вот классно, мне нравится. Такое, ой, как халатик махровенький. Класс. 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 Ты знаешь, как вяжут? Это вот руками вяжут. Это не это, это вот так продевают друг в друга как-то. Я одна видна и умею. Сейчас будет от Натальи мастер-класс. Да, они, говорю, вот так вот как-то продевают. Прикольно. Мне не резиночки такие напоминают, такие вот. Да, иди. Ну, смотри, я уже чешусь. Ты уже это связала, да? Ну, надо же деньги теперь взять за ручная работа. Мне вот этот цвет очень нравится. Вот этот и вот такие эти. Мятные. Далматинцы. Классные цвета. Тут кто-то уже тоже связал. Смотри, связала и оставил, по-моему. Вон, Паша. Нет. Вот ты. Слушай, мне нравится твоя наивность. Это специально делают образцы, чтобы видеть, как нитка лежит. Я думаю, связала и оставила. Смотри, вот это. А, вот тоже. Вот навязали люди. Стояли и вязали. Мне нравится твоя наивность. Так, я мочу иногда. Так, шо ж там Натальенька выберет? Я не знаю. Подсказывайте в комментах. Подсказывайте. Какое у вас сегодня настроение. Яркое или такое вот. Или фиолетовое. Не, вот сегодня нет. Сегодня не фиолетовое. Ну, Таташа с корзиночкой набралась. 22. 22. Я просто... 358. Чувствую, да вяжут. Ну, классный. Классный выбор. Мне нравится. О, еще здесь. Ой, извините, пожалуйста. Да, ничего. Ого. Ну да, так ты много взяла. Да, все. Так, все проверили. Ого. И почем расскажешь? Сейчас скажу. Крючки взяла еще, да? Да, еще крючки. Крючки почем? Крючки почем? Один, что-то... Вроде 15, да, крючки? Или сколько? 16. Каждый крючочек по 16 грею. А нитки просто триллиард, наверное. Ну, что триллиард? Нет. Триллиард это... Ну, сколько вот один моток примерно стоит? Ну, смотри, сейчас это. Вот это, по-моему, 66. Это 75. Это 75. Это широкая. Так, это 75. Каждый. Ну, каждый, да, понятно. Это тоже. Ну, сейчас посмотрим. Спасибо. Пожалуйста. Довольны? Конечно, довольны. Сейчас, ну, подожди, куплю, буду довольна. Да, да. Так, вот такие вот мятные. Мятные, да, тебе? Ну, да, мятные. Тоже 75. Мятные тоже 75. Это и вот же три. Да. Дальше такой защитный цвет. Ну, это темная оливка на венчак. Как мои штаны примерно сегодня. Ну, практически. Наверное. Другой тон именно. Оливка тоже по 75. Ну, должны быть. Да? Да. Каждый 75. Это вот эта вот фирма. Так. Ну, неплохая. Ага, номер 12. Дальше. А синий тоже 75 будет? По-моему, дешевле. Дешевле. Дешевле, да? То турки. Угу. Ну, что? Ждем результата. Дым. Сердце дым. Дым. Кстати, вот вообще распродажа. Спицы и крючки. 6-13. Вообще фигня. А какие-то 66 стоят. Ну, такой цвет вообще тоже класс. Красивый, да? Как сапфированный. И вот это виолет очень классно. Вот именно это ярно-арт. Вот именно виолет мне очень понравился. И в изделии, и как вяжется вообще. Ну, народ, кто разбирается, пишите. А белые тоже 66, наверное. Не знаю. 66, белый такой. Это что же, виолет? Да, это виолет очень белый такой. Вообще такой белый-белый. Класс. Да, и номер. Мне женщина говорит, продавец, тысяча. Я говорю, а что такое тысяча? Я не рвала. Это номер тысяча. Так называется, типа, о. Белый-белый. Дальше меланж. По-моему, по 71 он был. Не помню. Ну, он дороже, чем вот этот. Чем этот. Ожидание лучше, чем этот. Не, праздник тоже будет хороший. Не знаю, что это. Не, а это я буду вязать. Это салфетки, а вот это что-то приду. Это по 71. 71, да. Ну, и 71. Да, вот такие вот покупки сегодня. Ты уже посчитал. Да, ты сейчас нитки, типа, выбрала? Ну, типа, да. О, народ. А вы как выбираете нитки, если вы вяжете? А, так с ним. Спасибо. 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 Продолжение следует...